Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области. Журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. За безопасность дорожного движения очередной рейд выявил сразу 15 нарушителей ПДД. Терпения не хватило. Более 160 фактов незаконной добычи рыбы выявили природоохранные полицейские с начала ОПМ «Нерест». Сын полка, стражи порядка из Калединского района взяли под особую опеку семью своего коллеги. А теперь об этом и другом более подробнее. По-прежнему самой злободневной темой остается обеспечение дорожной безопасности. В Талдыкургане после конфликта между таксистами на Западном кольце города, произошедшем 10 мая текущего года, полицейские провели профилактический рейд. И сразу выявили 15 административных правонарушений. В частности, стражи порядка на трех водителей, занимающихся частным извозом, оформили административные протокола по ст. 601 ч. 2 КОАП РК и наложили штраф в размере 10 МРП за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, совершенная повторно в течение года после наложения административного взыскания. Машины правонарушителей выдворены на штрафные стоянки. Кроме того, на семерых водителей составлены административные протокола по ст. 601 ч. 1 КОАП РК с наложением штрафных санкций в размере 3 МРП. Еще 5 водителей получили взыскание за нарушение правил остановки или стоянки транспортных следств в соответствии со ст. 597 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Каждому из них теперь предстоит оплатить штраф в размере 5 МРП. Не оставляют без внимания участников дорожного движения и в других районах и городах Алматинской области. Очередные нарушители засветились на просторах интернета 30 апреля текущего года. Молодые люди в возрасте 22-23 лет, объединившись в группу в составе кортежа, разъезжали по Карасайскому району. При этом один из участников действия запечатлел на видеокамеру многочисленные нарушения ПДД. Обнаружив данное видео в социальных сетях, стражи порядка внимательно его изучили и составили на трех водителей и одного пассажира 9 административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством без государственных номерных знаков 2, невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроении, развороте, повороте или остановке 2 факта. Открытие дверей и высовывание в оконные проемы во время движения 1 факт. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности 2. Управление транспортным средством без заключения договора обязательного страхования гражданской правовой ответственности 1. Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, вынудившее других участников движения резко изменить скорость и направление движения 1. Общая сумма наложенных штрафов составила более 180 тысяч тенге. Три автомашины «Лексус», «Тойота» и «Субару» водворены на штрафную стоянку. Патрульные полицейские во время своей работы обращают внимание на всех участников дорожного движения, ведь их задача не только следить за соблюдением правил, но и оказывать помощь в экстренных ситуациях, особенно когда автомобиль вышел из строя, а другие водители лихо пролетают мимо. В социальной сети появилась публикация со словами благодарности в адрес сотрудников роты патрульной полиции. Со слов ее автора, в дневное время он двигался на автомобиле по трассе Алматы-Оскимент в сторону города Ушарал, где у нее из-за ремонта дорог пострадали сразу два задних колеса. Другие автомобилисты проезжали мимо, не обращая внимания на женщину и одиноко стоящий автомобиль. В этот момент автоледи и заметили сотрудники экипажа 35. Остановившись, они оказали помощь, отвезли колеса в шиномонтажную мастерскую и, устранив неисправность, привезли их к автоледи. Помогли полицейские и другому автомобилисту, чье транспортное средство после неудачных попыток завести решено было отбуксировать на ближайшее СТО. Камеры наблюдения продолжают помогать в раскрытии преступлений и правонарушений. Очередной воришка попал в зону всевидящего ока. В Искельдинском районе вор украл велосипед. Кражу зафиксировала камера внешнего наблюдения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции Искельдинского района задержан 27-летний молодой человек, который дал признательные показания. Кражи велосипедов – преступление сезонное. С наступлением тепла многие люди пересаживаются на двухколесный транспорт. Этим и пользуются злоумышленники, совершая кражи из общедоступных мест. В этой связи полицейские просят не оставлять ваше двухколесное транспортное средство без присмотра. Сотрудники природоохранной полиции продолжают рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной ловли рыбы в период запрета. Как выясняется, не все граждане законопослушные и ждут разрешения на открытие рыбного сезона. Понимая, что влекомую инстинктам рыбу легче всего добыть в период нереста, браконьеры отправляются на водоемы, вооружившись сетями и электроудочками. В этой связи подразделениями природоохранной полиции и районными подразделениями с начала отработки выявлены 164 факта незаконной добычи и оборота рыбы. У браконьеров нами изъято 9 лодок, 2800 метров сетей и иных преступных орудий лова, 3014 килограмм рыбных ресурсов. Ущерб, причиненный государству, составил 6 миллионов 537 тысяч тенге. В отношении правонарушителей составлены материалы и наложен административный штраф на сумму более 4 миллионов 200 тысяч тенге. Просим любителей рыбной ловли с целью сохранения природного богатства воздержаться от рыболовства в определенный промежуток времени. Если вы стали свидетелем экологических правонарушений, просим незамедлительно сообщить в полицию по номеру 102. Ювенальные полицейские призвали усилить контроль за своими детьми, особенно с наступлением летнего периода. Как показывает практика, гибель и травмы детей связаны в первую очередь с их бесконтрольным нахождением, без сопровождения взрослых лиц в тех или иных ситуациях. За истекший период текущего года на территории области зарегистрировано 6 несчастных случаев с детьми. В прошлом году на территории области с участием детей было зарегистрировано 22 несчастных случая, при которых погибло 23 ребенка. В том числе 10 фактов утопления в водоемах, 1 факт выпадения из окна. В текущем году, с начала года, уже имеем 3 факта утопления детей, которые остались без присмотра родителей. В связи с чем необходимо родителям постоянно присматривать за своими детьми. Напоминают полицейские и о необходимости быть бдительными и на проезжей части, в связи с чем проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети», главная задача которого снижение детского дорожно-транспортного травматизма, восстановление навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также улучшение адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы. Сын райотдела. Полицейские из Кельдинского района торжественно встретили из роддома сына своего коллеги, скоропостижно ушедшего из жизни. Участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних Рахметов Куаныш ушел из жизни в сентябре 2020 года. У полицейского осталось четверо детей и беременная жена. В рядах полиции Куаныш прослужил 15 лет, за это время зарекомендовал себя с положительной стороны, чем заслужил особое уважение со стороны коллег, которое они и высказали, встретив жену и новорожденного сына у местного роддома. Подарки и цветы – все это в честь новой жизни. Стражи порядка из Кельдинского района решили взять семью своего коллеги под особую опеку и не только оказывать посильную помощь, но и помочь в становлении детей на жизненный путь. Ну а новорожденный будет своего рода сыном полка. В свою очередь семья полицейского выразила искреннюю благодарность за оказанное внимание, заботу и поддержку. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по номеру телефона 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Ну а если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.